МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы ее сегодня целиком посвящаем нашим детям, ну, в том числе, конечно, и взрослым тоже. Привычная картина, действительно. Чаще мы их видим, наших детей, подростков, с гаджетами в руках, ну, и все такое, скажем, в новом духе, в новых технологиях. А вот с книжкой в руках и с другими изданиями, наверное, это реже, да? Или, наверное, родители почти не помнят, наверное, многие родители, когда их сын или дочь держали в руках книгу или, может, какой-то интересный журнал, издание. Ну и вот поэтому сегодня мы зададимся вопросом, а что же вот в этот такой период, скажем, да, предлагают, в свою очередь, наши библиотеки? Какова здесь их роль? И вот тему мы обозначили так. ДТК. Три большие буквы. ДТК. Что это означает? Детская точка кипения. Это центр чтения в год детства библиотека. Или как детская библиотека приобщает детей к чтению. Вот об этом сегодня мы подробнее прямо сейчас и поговорим. У нас сегодня в студии, я их представлю. Это Ирина Александровна Дранаева, заведующая детской библиотекой Республики Саха-Якутия ДТК, центр чтения. Это филиал национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Наталья Семеновна Шелбагаева, заведующая детским культурно-образовательным центром библиотеки ДТК, центр чтения. И заведующая отделом детская точка кипения библиотеки ДТК, центр чтения Лукина Елена Александровна. Я приветствую вас. Здравствуйте. Ну, уважаемые телезрители и радиослушатели, вновь обращаюсь к вам. Вот, если вдруг у вас в течение всего прямого эфира появятся вопросы к участникам нашей сегодняшней телерадиопрограммы, то, пожалуйста, звоните нам. Телефоны, вот на экране они уже засветились. 32-00-66 и 32-11-66. Ну что ж, вопрос Ирины Александровне Дорнаевой, заведующей детской библиотекой. Скажите, пожалуйста, ДТК, центр чтения, это старейшая ведь детская библиотека в нашей республике, она ведет свою деятельность, если я не ошибаюсь, аж с 1966 года. Является филиалом национальной библиотеки. Вот какую деятельность библиотека вот развернула в объявленный год детства главой республики Айценом Николаевым и год семьи в России, да? Вот и насколько сегодня в мир гаджетов, современных технологий вообще востребована библиотека? Среди детей и подростков, и насколько дети сегодня активно посещают вашу библиотеку? Вам слово, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Да, действительно, наша библиотека в этом году, год семьи, поставила перед собой большую задачу. Да, значит, есть у нас принятый план по году детства во всех организациях. Мы подчиняемся Министерству культуры и духовного развития Республики Сахай-Якутия, и по этому плану мы работаем. Детские библиотеки проводят все свои мероприятия, привлекают читателей, обслуживают их, а также занимаются книговыдачей. Ну, вот то, что мы называем, да, когда ребенок приходит вместе с мамой или с папой и получает книжки в библиотеке. Это можно сделать в стенах библиотеки, либо в нестационарной. Есть такое мероприятие у нас, то есть в библиотеке. Библиотекарь может пойти со своими книжками, прийти к нам в ваш класс, в ваш садик, либо на другое мероприятие, и там провести очень интересное мероприятие, рассказать о книжках, об новых авторах. Наша библиотека ДТК – это детская точка кипения, центры чтения, находится в городе Якутске, проспект Клинина-1, третий этаж. Я думаю, что многие горожане его помнят. Раньше мы назывались детско-юношеская библиотека Республики Сахай-Якутия. И находимся там уже порядка 24 лет, с 2000-х годов. Наша библиотека обслуживает население города Якутска. И, кроме того, мы являемся методическим центром для районных детских библиотек. В каждом районе Луси, нашей огромной республики, есть детские библиотеки. Их всего 34 по последнему по счёту. И каждая из них обслуживает детское население. Детей, всех членов семьи, начиная с младшего возраста и заканчивая, конечно, бабушками и дедушками. У нас самый большой фонд книжный, так как мы являемся старейшей библиотекой, как вы правильно сказали. История нашей библиотеки даже начинается чуть раньше. В 1941 году был открыт отдел вообще библиотеки в городе Якутске. И при нём уже далее расширились и открыли по направлению детства. Вот как вы правильно отметили. А в следующем году, в 2025, национальная библиотека отмечает свой юбилей 100 лет. И там у нас тоже будут очень большие мероприятия. — Так, ну и сколько детей посещает библиотеку? — Наш филиал посещает более 100 тысяч детей в год. — Более 100 тысяч детей в год, да? — В целом. — Ну, в хорошие времена было больше, наверное, всё-таки. — Конечно, потому что мы являемся конкурентами новых современных технологий. Детей не так уж легко отвлечь от гаджетов, телефонов, видеопередач, всего этого современного. Но всё равно, несмотря на это, все дети читают, приходят к нам. И я считаю то, что все задаются вопросом, как же всё-таки привлечь детей к чтению, да? А познакомить его с книжкой. Это всё начинается с семьи, с самого раннего детства. — Скорее всего, там начинается. — Конечно, да. Вот с первых слов мамы, как она начинает читать какую-нибудь маленькую детскую книжку, читать коротенькие стишки нашей любимой Агнии Барто, например. Вот с этих строчек начинается мир книг. И я призываю в год семьи всем нашим семьям начать такую традицию. Хотя бы раз каждый вечер перед сном открыть любимую книжку вашего ребёнка и прочитать пару строк перед сном. Это вас много времени не займёт. Пусть этим занимаются мама, папа, братья, сёстры, бабушки, дедушки. — Как говорится, вечернюю сказку, да? — Конечно. — Вот скажите, пожалуйста, а вот про ваш проект «Библиотека возможностей». Вот тоже такой есть проект, интересный, по-моему. — Да, так как библиотека — это социальное учреждение, социально-культурное, мы являемся таким основой, базой государственных учреждений. И наша библиотека предоставляет все услуги бесплатно. И мы пытаемся создать в наших стенах комфортные и безопасные условия для всего населения нашего города и для всех слоёв населения. Мы все знаем, что дети бывают разные, с особенностями развития, с проблемами со здоровьем. И в прошлом году, когда к нам приезжала одна из основательниц, волонтёров благотворительного фонда «Счастье и жить», Анастасия Гилёва, это Перский край, она с нами поделилась своим опытом работы. Она открыла в своём крае несколько точек под проектом «Библиотека возможностей». То есть создать специальный фонд, золотой фонд так называемый, где хранятся учебные пособия для преподавателей, специалистов, методистов, учителей, а также для родителей, у кого есть дети с проблемами здоровья. И для них создают специальные условия, покупают игрушки развивающие и занимаются по специальным методикам в стенах библиотеки. Хорошо. Вот, конечно, на сегодняшний день имеются ли у вашей библиотеки ДТК, Центра чтения, стратегические партнёры? Без них сейчас, по-моему, невозможно. Да, конечно. Библиотека имеет много связей, так как по всей республике и вне её пределами. У нас с прошлого года есть такой проект направления «Сеть арктических библиотек», где мы дружим с нашими библиотеками-партнёрами из регионов России, это Сибири, Дальнего Востока и Арктики. Также мы партнёримся со всеми библиотеками нашими в районах республики, со школами, тоже подписываем договора, соглашения. Есть у нас при нашей библиотеке попечительский совет, который помогает нам в этом. И, конечно, все большие организации, благотворители наши, которые помогают всеми силами для развития нашей библиотеки и помогают детям. Вот, надо сказать им большое спасибо, наверное, да? Библиотворителям всё-таки. Ну, вопрос Натальи Семёновне хотелось бы тоже задать, да? Ну, конечно, главный вопрос нашей сегодняшней передачи – как приобщить ребёнка к чтению? С чего же начать? Как сказала Ирина Александровна, нужно начинать в самом раннем детстве именно с семьи. Чтение начинается в семье. Именно не нужно ждать, когда ребёнку исполнится 5-6 лет, то есть наступит возраст, когда ему нужно идти в школу. Это можно делать уже, когда ребёнок является младенцем. У нас есть очень хороший проект, акция, называется «Книжное приданное». Суть его заключается в том, чтобы помочь юным, молодым, точнее, мамам в этом вопросе, как приобщить ребёнка к чтению. Мы даём методическую рекомендацию со списком конкретной литературы по возрастам, то есть начиная с нуля лет. Казалось бы, ребёнок даже не может различать фигуры, тем более слова, но он уже может воспринимать на слух, он уже видеть образы визуально. То есть можно показывать ему книжки, картинки, книжки-игрушки, читать ему потешки, прибаутки. Либо если родителю, маме, папе сложно читать какие-то детские книги, то можно читать какую-то любимую свою литературу, свою книгу. Главное, чтобы у ребёнка уже в раннем возрасте зафиксировалась эта картина «Мама, папа с книжкой», и он ему что-то читает. Вот это вот состояние теплоты, безопасности, любви, когда твой родитель принадлежит только тебе. И мы в этом году ратуем за то, чтобы наши библиотеки стали, детские библиотеки улусные стали именно наставниками семейного чтения, чтобы каждый родитель внедрял эту хорошую привычку, эту традицию добрую именно в свою семейную жизнь, именно в общении с ребёнком. Вот как перед сном, читайте вечернюю сказку обязательно на ночь. Это очень сближает. И это именно то, что будет ваш ребёнок вспоминать спустя многие-многие годы. Вот, конечно, если поделитесь какими-то секретами, советами. Наверное, есть какие-то секреты, да? Вот как всё-таки родителям привить интерес ребёнка книгам, да? И всё-таки вот это ведь тоже не так просто, наверное. Но есть, поделитесь. Да, ну, я так думаю, что нужно начинать именно с семьи читать дома. А потом следующий этап, когда вы уже приводите ребёнка к нам в библиотеку на разные мероприятия. Библиотеки сегодня уже это не просто места для хранения книг, это практически целые культурные центры, где проводятся разные мероприятия, фестивали, квесты, квизы, викторины, игры, библиопродлёнки. И, в общем, у ребёнка должна в мозгу уже состояться новая нейронная связь о том, что библиотека — это интересное место, где можно встретиться не только с книгой, не только начать свой путь в мир литературы. Большой мир такой сказочный, да? Да, большой сказочный мир литературы, но это место, где тебе всегда рады, где тебя ждут, и где ты встретишься со своими ровесниками. И классно, очень интересно, весело проведёшь время в безопасности. Да, наверное, конечно, всё-таки один из тоже таких вот привлекательных мест — это, наверное, кружки, да, скажем, или клубы по интересам. Да, у нас есть в ДТК Центре Чтения клубы. Мы, например, сотрудничаем среди наших партнёров Якутская Федерация ГО, которая постоянно проводит каждую субботу с двух до четырёх, бесплатно абсолютно, кружок по игре, интеллектуальной игре ГО. Также у нас есть клуб настольных игр, где собираются подростки, они тоже собираются в определённое время, обычно это по субботам, и тоже играют в настольные игры под нашим руководством. Это у нас всё есть. Также у нас есть родительское сообщество, которое мы активно начали развивать с прошлого года, и в этом году мы хотим объединить его, укрупнить. И наши активные мамочки, папы, бабушки тоже приходят и делятся абсолютно тоже бесплатно своими какими-то знаниями, умениями. Мы вместе вырезаем, клеим, мастерим, вместе читаем. В общем, вместе очень классно проводим время, даже если это просто какой-то кинопоказ. В общем, это объединение. Ну, хорошо, что вы сохранили и, в общем-то, развиваете эту связку. Да, родитель, ребёнок, библиотека, да, книга. Это вообще очень интересно, конечно. Ну, вопрос хочу Елене Александровне Лукиной задать. Вот, Елена Александровна, ну, вот ваш отдел был создан специально для привлечения в библиотеку подростков, да, чтобы детская точка кипения стала своего рода, ну, современным пространством для творческого, интеллектуального развития детей и подростков. Какие-то проекты у вас, наверное, появились новые, да? Пожалуйста. Спасибо за вопрос, Юрий Николаевич. Ну, наш отдел действительно был создан в 2021 году в конце под агентством стратегических инициатив. Вы знаете, что в городе Якутске было открыто пространство, точка кипения Якутск. Да. И было принято решение, что и для детей нужно создать такое пространство, куда бы они приходили со своими идеями, проектами. И вот как раз наша библиотека стала базой для создания детской точки кипения. У нас в отделе шесть человек. Мы работаем с подростками, работаем со старшеклассниками, начиная с учащихся девятых, десятых, одиннадцатых классов. Также работаем с молодёжью, со студентами. Наша работа ведётся по четырём основным направлениям. Это профориентация, очень важная часть. Да, необходимая очень, да. Да, необходимая часть. Часть, да. Есть у нас трек «Грамотность», где мы детям рассказываем про цифровую грамотность, про предпринимательскую грамотность, да. Есть также трек «Гражданственность и патриотизм», тоже очень актуальная тема. И, конечно же, проектная деятельность. Вот в рамках проектной деятельности старшеклассники сами инициируют у нас в стенах библиотеки свои мероприятия. То есть мы даём им полную свободу под своим руководством. Конечно, мы их курируем, мы им говорим, какие форматы можно проводить в стенах библиотеки. И дети сами уже самостоятельно проводят свои мероприятия. Это могут быть викторины, игры. Даже у нас проводился вечер, вот, музыкальный вечер кей-поп. Как вы знаете, такое современное направление. Дебаты проводим. Да, дебаты проводим. Деловые игры проводим по профориентации, да. И таким образом дети уже как бы своими ножками приходят в библиотеку, записываются к нам, да, и посещают наши мероприятия. Всё-таки вот скажите, Елена Александровна, в чём особенность работы, да, с детьми и подростками? Ну, подростками, наверное, скорее всего. Да, с подростками, конечно же, Юрий Николаевич, работать, ну, специфическая работа. Специфическая, да. Особый подход нужен, да? Да, сложный, особый подход нужен, да. Тем более сейчас подростки очень такие активные. А некоторые подростки, наоборот, очень закрытые. Они сидят в интернете, и как бы их интересуют только вот социальные сети, как бы они закрытые. Поэтому их привлечь бывает намного сложнее, но мы каждый раз придумаем что-то для них новое. Какие-то фишечки свои, да, какие-то мероприятия привлекаем. Нужно чувствовать тренды. Да, тренды, путь в трендах. Мне в этом очень помогают мои сотрудники. У меня три молодых человека работают. Они студенты, магистранты, и как бы они вчерашние вот выпускники школы. И очень хорошо разбираются в том, что интересно действительно подросткам, молодёжи. Вот наши зрители и зрители радиослуша, наверное, есть те, кто хочет, желает попасть на вашу площадку, да, вот, организовать мероприятия, скажем так, да, но вот готовы ли вы к активному сотрудничеству с такими, скажем, желающими, подростками? Конечно же, мы открыты к сотрудничеству, и мы очень хотим, чтобы к нам обращались как старшеклассники, так и молодёжь, сообщества какие-нибудь, школы, да, чтобы мы вместе проводили интересные мероприятия для подростков и молодёжи. Конечно, мы открыты, обращайтесь в наш отдел, в нашу библиотеку, приходите, записывайтесь. Можете даже просто обращаться по каким-то волнующим вопросам, мы вас проконсультируем. Выездные мероприятия мы проводим, в близлежащие районы даже выезжаем. Так что всегда готовы к сотрудничеству, только радость. Хорошо. Ну что ж, осталось совсем немного времени до конца прямого эфира, уважаемые телезрители, радиослушатели. Ирина Александровна, ну давайте ещё раз напомнимте, где находится ваша библиотека, да, и вообще, что бы вы сказали, обращаясь к нашим телезрителям, радиослушателям, юным, вашим, вот, скажем, те, кто посещает вашу библиотеку, ну и родителям. Да, спасибо. Ещё раз напоминаю, мы находимся в городе Якутске, проспект Ленина 1, третий этаж, ДТК Центра чтения. Мы приглашаем детей, их родителей в уютные стены нашей библиотеки. Сейчас закончится период обучения в школах, в садах, и всем детишкам зададут на лето список книг. Пожалуйста, приходите к нам, у нас есть большой выбор. Кроме того, в летний период у нас открывается летний сезон, каникул, и мы будем проводить весёлый каникул в библиотеке в рамках проекта «Библиопродлёнки». А также в выходные дни в парке города Якутска мы тоже проводим наше летнее чтение. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, на этом наш первый блок подошёл к концу. Во втором блоке мы продолжим нашу передачу, посвящённую этой теме. Всем спасибо за участие пока в нашей передаче. Спасибо большое. До свидания. Всё. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире продолжаем нашу передачу. Ну, я представлю моих собеседников очередных, но главная тема, о которой мы сегодня говорим, как привлечь детей и подростков к чтению. Это очень тоже злободневно актуальная тема, которую мы обсуждали вот в первом блоке нашей сегодняшней радиотелепрограммы. Итак, это Ольга Аркадьевна Максимова, активная мама юных читателей, ДТК Центра чтения, кандидат педагогических наук, вы по профессии педагог. Сын Максим Максимов, ученик первого класса, высшей школы музыки имени Босикова. Дарья Реева, амбассадор детской библиотеки ДТК Центр чтения, ученица седьмого А-класса Хатасской среднеобщеобразовательной школы имени Самсоновых. И Наталья Семеновна Шелбагаева, заведующая детским культурно-образовательным центром библиотеки ДТК Центр чтения. Наши телефоны 320066, 321166. Это я напоминаю нашим телезрителям и радиослушателям, если будут вопросы. Ну что ж, Наталья Семеновна, вот во втором блоке, все-таки, вот сегодня мы родители здесь, и наши юные читатели тоже, да, активисты. Вот что сейчас? Наш детский культурно-образовательный центр проводит очень много проектов, мероприятий, программ. И одним из таких новых проектов является библиопродленка «Маленький принц». Мы уже на этой неделе выпускаем пятый набор этого социального проекта. Уже более 80 юных наших читателей, младших школьников стали ее выпускниками. И, как я уже сказала, мы делаем упор на организацию, на создание вокруг библиотеки сообщества. Сообщества не только из социальных партнеров, предпринимателей, бизнеса, власти, но и, конечно же, наши родители. Родители — это наша поддержка, наша сила. Это те люди, через которых мы приобщаем детей к чтению, то есть развиваем семейное чтение как институт именно в семьях, как в ячейках общества. И поэтому Ольга Аркадьевна — одна из самых ярких наших мам, которая готова всегда делиться своими знаниями с нашими читателями, с другими мамочками наших читателей. И ее сын Максим и дочка Яна, они как раз-таки были участниками первого, самого первого набора библиопродленки бесплатной. И с этих пор, с прошлого года, они очень активно посещают все наши мероприятия, фестивали, квесты, квизы, игры. И также Ольга Аркадьевна проводит тоже абсолютно бесплатно мероприятия для нашего родительского клуба, для мам. Ну что ж, Ольга Аркадьевна, вам слово тогда сейчас. Благодарю. Всем здравствуйте. Я очень благодарна коллективу, сплоченному, дружному библиотеке детской точки кипения, Центру чтения Ирину Александровну и заведующую детским культурно-образовательным центром Наталью Семеновну. Также Ира Занну и Лену Александровну благодарю такой дружный коллектив за то, что откликнулись на наше предложение сообщества «Мама в деле» проводить мастер-классы для родителей и детей города Якутска. Всех приглашаем. И информацию можете найти в телеграм-канале ДТК «Центр чтения», также на YouTube-канале. И сайт есть у ДТК «Центр чтения», очень хороший сайт. И так как я являюсь мамой моих Яночки и Максима, мы читать начали с рождения. Вот где-то с месяц. Да, когда они родились, мы им читали по очереди. Папа читал, мама читала. И поэтому, видимо, у них это заложено, и генетическая память может работать. Они любят читать книги. Мы регулярно покупаем книги в книжном маркете. И также наш любимый магазин «Бичик» на проспекте Ленина. Скажите, а какие книжки вы читали Максиму, наверное, первые месяцы-то? Это были народные сказки, такие как «Колобок», «Теремок», «Репка». Так, понятно. Нравится «Корней Чуйковский». Да. И у них память хорошая. Они наизусть знают Пушкина, вот сказки. Ну, это вообще, да. Вот, например, я тоже в своей семье, мы с супругой своей дочери наши тоже стали читать, где-то, наверное, уже ближе к году, наверное, да, вот эти все тоже, вот, наших советских, да, поэтов, вот, Агни Барто, Сергей Михалков, вот эти вот, ну, тоже «Колобок» самое, да, это, в общем-то, всего, и это, в общем-то, тоже осталось у них в памяти, я считаю так, наверное, всё-таки. Это необходимая вещь. Вот тут сегодня прозвучало, что вечером мы тоже читали, да, вот. Максим, а вечером тебе читали сказки, да, мама или папа? Ну, читали мне сказки, но разные, но я их, наверное, забыл, наверное. Забыл, наверное, да? Ну, «Колобок» читали вы мне. Ага. Ещё про «Теремок», про «Красную шапочку», «Кушкин дом». Да, «Кушкин дом». Вот, понятно. Вся классика. Максим, скажи, пожалуйста, а вот часто ты ходишь в библиотеку за книжками? Книжки. Какие ты книжки любишь вообще? Я люблю... У меня много есть разных книг, но самые любимые мои две книги. Это «Грузовик», а это «Прицеп» Анастасия Орлова. Ага. «Грузовик», а это «Прицеп», «Дорожная азбука». А, «Дорожная азбука». Ну, вот видишь ты, и вот у себя готовишь уже к взрослой жизни, понимаешь ли. Молодец. Так, ну что ж, теперь хочу вот задать Дарье Реевой вопрос. Потом ещё тоже, Максим, вернёмся к тебе. Амбассадор детской библиотеки ДТК, Центр чтения ученица 7-го класса Хатасской общественности. Что такое амбассадор? Вот нашим телезрителям и радиослушателям объясните, пожалуйста. Амбассадор — это общественное лицо, которое показывает, проявляет какую-то инициативу в обществе, продвигает какие-то цели. В общем, он показывает общественное лицо. Общественное лицо, да. Ну, а ты вот чтением когда начал заниматься, и когда папа, мама тебе читали первые твои книжки, наверное, да? Ну, конечно же, с самого детства. Это опять же те же самые «Колобок», «Теремок». Всё это прям с пелёнок было. У меня ещё родственники все читают, родители, семья все читают. Моя любимая Абе Люба, у них в доме был огромный шкаф, стеллаж во всю стену, и он был весь заполнен книгами. Заполнен книгами. В том числе и детскими, да? Да. Я ещё тогда не убила читать, я была совсем маленькая, я просто брала книги с этого стеллажа и делала вид, что читаю, придумала себе истории, рассказываю. Ага. Ну, а в классе у вас вот ребята как вот сейчас? Там, по-моему, в школе у вас есть библиотека? Да, у нас есть школьная библиотека, но я с этого года перевелась в другой класс, я теперь седьмой В. У нас, конечно же, чтение есть, у нас очень любимая преподавательница, наши классные руководители, Яна Владимировна Копырина. Она нам очень красиво читает рассказы, книги, то, что у нас вот по школьной программе. Она так красиво читает, правда, это за душу трогает. Вот, видите, это редко тоже такое, знаете, как подать этот рассказ, да, эту... Да, она умеет зацепить. Хорошо. А скажите, вот теперь хотелось бы, что, Ольга Аркадьевна, ну, конечно, не все родители вот, да, в библиотеке там посещают, ну, вот, конечно, вот что бы вы им посоветовали все-таки, да, вот, ну, ребенок не хочет, наверное, или, может, далеко живет, да, вот это же в вашей библиотеке, да, вот тоже в центре, может, она хочет, но не может. Вот что в этом случае делать? Вот, или папа может сказать, да не надо еще там, а электронные книги-то можно читать? Такой вопрос тоже может возникнуть. Что вы думаете под поводу? Как вот привлечь это детей? Благодарю за вопрос. Как родители должны на это реагировать? Поняла. Да, у нас, для, такой вопрос стоит, у меня родители одноклассники, вот, детей, да, спрашивают, как привлечь ребенка к чтению. Мне кажется, можно привлечь через игры и мастер-классы, конкурсы, которые как раз-таки мы проводим в ДТК центре чтения, IT-парк, это проспект Ленина-1. И приходите, пожалуйста, и заходите в Телеграм, там мы делаем обзор, и такие мастер-классы, как нейрографика, мы обсуждение книг, вот, читаем и на основе этой книги, допустим, создаем какие-то открытки или поделки. Да, у нас тут телефонный звонок, зайдите наушники, пожалуйста, чего есть, наденьте. Наденьте. Так, давайте-ка вопрос послушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Громко. Здравствуйте. Добрый день. А, добрый день. Погромче говорите, пожалуйста. Слышно, да? Слышно, слышно, говорите. Так, я вот насчет чтения книги. Это чтение книги? Да. Это своего рода волшебный мир. Когда книгу читаешь, да, оказываешься в другом мире. И это очень интересное занятие. И вот меня, например, да, учила моя мать. Она читала переводы Пушкина, сказки Пушкина, вот про папа и работника его, Балду, и еще другие сказки. И она мне привила. И к тому же она очень хорошо умела рассказывать все время. Вот. Например, она вот рассказывает про фильм, да, и мне кажется, как будто бы я этот фильм уже смотрела. Да, видите, как. Так живописно, так здорово. Образно вот так рассказывает. А потом я своих троих сыновей тоже научила чтению. И, конечно, это начинается с колыбельной песни. Обязательно надо петь ребенку колыбельную. Хорошо. Спасибо. Вот это мнение тоже нашей зрительницы. Спасибо за такой прекрасный отзыв. Действительно, это то, что сближает, невероятно сближает общее чтение, общие книги, общая тема, в которой обсуждается сюжет, события, чувства героев. Это все, что невероятно сближает вас, как родителя, и вашего ребенка. Это именно в этот момент, когда вы читаете ему книгу, вы ему целиком принадлежите. И это, конечно, дорогого стоит. И спасибо большое за то, что вы поделились своим опытом. Мы вот как детская библиотека, республиканская детская, надеемся, что к вашему личному опыту тоже прислушаются все наши радио- и телезрители. Потому что действительно чтение с ребенком, это очень, должна быть, стать очень важной частью жизни. Да, Сюна, у вас уже актив сложился, видимо, родительский состав. Что же люди, какие там разные люди, специальности, разных возрастов. Дедушки и бабушки тоже пойдут? Да, дедушки и бабушки тоже активно включаются. Они даже ходят на занятия по игре ГО, читают. Потому что у нас самый богатый книжный фонд в детской библиотеке находится. И можно найти классику зарубежной русской литературы, кроме комиксов, журналов. В общем, взрослый человек тоже может прийти в нашу библиотеку и найти литературу по психологии, по воспитанию. Это все есть, и прекрасные новинки, прекрасные книги, замечательно иллюстрированные. И, конечно же, сейчас мы конкурируем, как мы с вами уже до этого говорили, с гаджетами, с интернетом, вообще с IT-сферой. И наше уникальное торговое предложение, так сказать, УТП, это бесплатно. Все наши мероприятия, они абсолютно бесплатны. И действительно, библиотеки сейчас меняют форматы. Мы развиваем новые креативные формы, новые проекты. Вот я до этого уже сказала, что у нас есть такой замечательный проект, как «Библиопродленка», где вот сейчас, например, у нас пятый уже сезон. Он полностью посвящен творчеству, искусству, различным видам культуры. Мы пригласили очень известных спикеров, специалистов кинорежиссеров, певцов, специалистов игры на гитаре. У нас очень много было встреч с художниками, артистами театра, то есть мастер-классы по сценической речи, по актерскому мастерству. Мы ходили на экскурсию на НВК «Сахана», на наше местное телевидение, к вам в гости, были в этой студии. Дети попробовали себя в роли радиоведущих. Ну, в общем, мы им показываем, какой мир большой, какой он многогранный, как много всего интересного есть. И если ты хочешь расти в этой сфере, то можно просто углублять свои знания, находить книги, литературу именно у нас в библиотеке и развиваться вместе с нами. Также среди новых проектов могу рассказать про проект «Библиопёс», который мы запустили совместно с Кинологическим центром МВД. Они к нам приходили, встречались с нашими юными читателями, которые любят собак, любят братьев наших меньших, но которым в силу различных причин родители пока не разрешают заводить питомца. И вот для них мы делаем знакомство с произведением именно о животных, о собаках. И таких очень много. Очень-очень много историй из классической литературы, начиная с «Каштанки». И потом дети, конечно же, имеют возможность уже пообщаться с самой собакой, увидеть трюки по поиску каких-то веществ. Это всё очень проходит в таком интересном формате. Ну, хорошо. Ну, остаётся немного времени у нас до конца прямого эфира. Дарья, ты же амбассадор, да? Да. Ты как бы общественный представитель этой библиотеки. Ты можешь тоже кого-то привлечь в вашу библиотеку? Конечно, конечно, могу привлечь. Ну, кроме того, что я выступаю на телевидении, это уже привлекает какую-то аудиторию нашу библиотеку. Также я стараюсь рекламировать чтение среди своих знакомых, окружение. Да. Ну, хорошо. Мне кажется, это очень важно. Так, вот, пожалуйста, тогда, Ольга Аркадьевна, ну, вы тоже, конечно, имеете прямое отношение, конечно, к библиотеке. Вот как вы, активная мама юных читателей, да? Что пожелаете вот тоже нашим мамам, бабушкам, дедушкам, да, вот, которые смотрят нас сейчас, наверное, в прямом эфире передачи? Как пожелания? Ну, вот наше сообщество «Мама в деле» мы пожелаем нашим будущим читателям приходить в библиотеку, то есть очищать информационное пространство, создавать для ребёнка и для себя экологичную среду, экологичное пространство, убрать информационный фастфуд и жить, читать здоровые книги. Читайте книги серьёзные, а жизнь сделает остальное. Так, ну, а стоит, это минута, наверное, остаётся ещё, да, Наталья Семеновна? Ещё раз повторите, а адрес, где вы находитесь? Хорошо. Мы находимся на проспекте Ленина-1 в здании технопарка, в самом центре города, работаем с 9 до 7, кроме воскресенья. Приходите обязательно с детьми любого возраста, мы вас ждём. Так, Максим, ты уже скажи что-нибудь. Скажи, приглашаем всех в библиотеку, да? Приглашаем всех в библиотеку. Ну, молодец, хорошо. От души сказано. Конечно же, мы приглашаем всех в нашу библиотеку, желаем всем хорошего чтения, хороших книг и хорошего настроения. Хорошо. Абельюба, привет. Ну, вот так вот, на этой ноте, наверное, уважаемые телезрители и радиослушатели, нашу сегодняшнюю передачу мы завершим практически сегодня. Спасибо всем за внимание, за телефонные звонки. И всем, я хочу сказать, участникам, и юным, и взрослым участникам сегодняшней телерадиопрограммы, вам успехов в дальнейшей работе, хорошей учёбы и хороших летних каникул наступающих, скажем так. Спасибо большое. До свидания.